Я за то, чтобы расцветали все цветы. Именно такими словами завершила свое выступление председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на очередном заседании уркомитета по году культуры. Его участники обсудили планы ближайшие и на перспективу. В отрасли грядут серьезные преобразования. Мой коллега Дмитрий Ковалев узнал о них из первых уст. Подробнее в его сюжете из первопрестольной. Масштабный культурный марафон продолжает шагать по стране. Его организаторы делают ставку только на шедевры. Художественные выставки, демонстрация редкого кино, гастроли известных театров. Жители даже самых отдаленных городов должны оценить то, что сейчас называют культурным достоянием России. Президиум и оргкомитет рапортуют. Год культуры стартовал эффектно во всех регионах. Но планка ему была задана еще в феврале, на церемонии открытия Олимпиады. И со многими деятелями культуры, с которыми я встречалась, я теперь слышу, что они ссылаются, что они обращаются к открытию Олимпиады, к закрытию Олимпиады. Уже известно, где будет поставлена эффектная точка всем мероприятиям. Культурный марафон финишируют в культурной столице. В декабре здесь состоится фестиваль, посвященный юбилею Эрмитажа. А пока в оргкомитете расписывают другие планы. На повестке дня поддержка работников отрасли. Но необходимо отметили на совещании широкая информационная кампания. И хотелось бы, чтобы это, конечно, освещение было не только на специализированном канале культуры России, а в новостных блоках, соответственно, аналитических передачах. Инициативы регионов членам оргкомитета важны. И именно поэтому на заседание пригласили главу Чувашии. В республике, отметил он, проводится колоссальная работа. Изобретать колесо не обязательно. Фестивали, которые уже полюбили все, продолжатся и в этом году. Но думают не только о зрелищах. Культработникам постепенно повышают заработную плату. Средняя зарплата по стране 21 тысяча рублей. Это рост за полтора года примерно на 70-90%. Особое внимание уделяется привлечению в отрасль молодых специалистов. Им предоставляется по нашим государственным программам жилье с Государственного жилищного фонда. Их стоимость для проживающего в 2,5-3 раза дешевле, чем на потребительском рынке. Денежная подпитка отрасли в этом году увеличилась. На реализацию крупных проектов Чувашии планируют направить около полутора миллионов рублей. Это приобретение музыкальных инструментов для школ искусств и музыкальных школ. Это и приобретение мобильных клубов. На Оргкомитете известных людей было не меньше, чем на популярных кинофестивалях. Владимир Спиваков, Олег Табаков, Илья Глазунов и не только. Творческий десант выступал за преобразование в отрасли культуры. И они произойдут. А скоро в стране будет принят новый федеральный закон о культуре. Разрабатывая этот документ, авторы делают ставку на региональные инициативы. Они принимают предложения от общественных деятелей и работников отрасли культуры. Проект этого документа должны отправить на обсуждение уже до конца мая. В ближайшее время планируют разработать и другие государственные программы. Для отрасли культуры, отметили на Оргкомитете, этот год станет переломным. Митрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Из Москвы.